Всем привет! Halton RS03. Модель не новая, но хорошо известная пользователям и хорошо зарекомендовавшая себя на рынке. Благодаря хорошей управляемости из-за наличия велосипедной или мотовилки, относительно жесткой задней подвески, самокат хорошо стоит на дороге, но при этом из коробки он поставляется на летних покрышках или сликах. А мы подготовили этот электросамокат к зимней эксплуатации и к эксплуатации на сложных покрытиях. Это грунтовые дороги и лесные дорожки. И дальше в этом обзоре я расскажу вам, что же мы сделали с этим самокатом. Всю подготовку можно разделить на две части. Это подготовка электроники или гидроизоляция и подготовка в механике. Это так называемая расширенная подготовка к эксплуатации и переборка передней вилки. Если говорить про гидроизоляцию, то мы разобрали курок, обработали его плату специальным составом, разобрали фару, ее тоже закрыли специальным составом. Задний фонарь был загидроизолирован аналогичным образом, после чего мы перешли к начинке деки. Контроллеры были изъяты, но для того, чтобы это сделать, пришлось снять батарею. Контроллеры были защищены специальным теплопроводным гидроизолирующим составом. Все это было собрано воедино, но перед сборкой мы сделали дренажные отверстия, чтобы даже если вода попадет внутрь деки, а как вы понимаете, вода это очень страшная субстанция с точки зрения того, что большую площадь защитить от попадания влаги достаточно сложно. Так вот, в нашем случае, если вода попадет внутрь, она просто выльется через дренажные отверстия. Одновременно мы защитили торцы батареи так, чтобы максимально исключить возможность попадания паров воды внутрь батареи. И когда все было уложено обратно, загидроизолировали проводку, тщательно обработав каждый разъем и соединение. После всего этого деку мы закрыли и перешли к механике. По механике стандартно мы начинаем работы с задней подвески. Вытащили все оси, перед установкой их обратно смазали. На амортизаторы были установлены пыльники. Ну и, конечно, не забыли установить стандартный брызговичок. Мелочь, но от грязи защищает он очень хорошо. Перешли к передней части электросамоката. Была полностью разобрана вилка, обработаны края пружин для того, чтобы они были округлые покаты и не царапали башенки внутри вилки. После чего вилка была смазана и собрана с использованием фиксатора резьбы. Ну и далее мы перешли к замене покрышек. Стандартные полусликовые покрышки хорошо подходят для езды в летнее время по сухому асфальту или же мокрому, но только не по грунтовым дорогам. Там эти покрышки имеют не очень хорошее сцепление. Мы же установили покрышки с универсальным протектором, так называемый снег-грязь. И теперь самокат будет хорошо вести себя еще и на сложных покрытиях. Это песок, это грунтовые дороги. Ну, мы сейчас говорим с вами про зиму, соответственно, на снегу. Такие покрышки, как вы понимаете, тоже будут лучше цепляться за покрытие. Ну и единственное, что покрышки не шипованные. Я вам скажу честно, мы против шиповки, потому что, казалось бы, сцепление будет лучше, но шипы будут портить любое домашнее покрытие, будь то кафель, ламинат, плитка и так далее. Поэтому шипы мы устанавливаем с осторожностью, только если клиент будет предупрежден о том, что он может испортить пол и все равно соглашается на эту установку. После проведения всех работ самокат готов и ждет нового владельца. Если он вас заинтересовал, ссылочка на наш магазин в описании к этому ролику, обращайтесь. Надеюсь, этот обзор был для вас полезным. С вами был Михаил, Центр индивидуальной мобильности, место, где вы можете приобрести технику, подготовленную к эксплуатации и заказать услугу качественной гидроизоляции, выполненной специально подобранными материалами. Ссылка в описании к этому ролику. Поддержите это видео лайком, обсудить его можно в нашем телеграм-канале и проходите мимо нашего инстаграм. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока!